Пропаганда направлена на создание войны. Война создается посредством вполне конкретного органа. Это Атлантический информационный союз, или как он называется, вот эта группа, пакет соглашений, британо-американско-европейских, когда все СМИ объединили, когда была проведена селекция всех центральных основных СМИ, всех газет и так далее, когда на все должности были расставлены люди, был период тренировки, когда они все были натренированы, что надо корпоративной этике держаться. Это прям очень жесткая позиция. То есть цензура, целенаправленная цензура, централизованная для вот этого британо-зависущего Евросоюза и Америки. Это все направлено на войну, на создание войны. Начала это Британия, начало это как раз формирование образа отрицательного, начиная олимпийские эти все сюжеты, когда травля на русских пошла и так далее. Это подготовка к войне. До этого была как раз селекция украинских лидеров на канадской территории националистических, потом перемещение их непосредственно на Украину и формирование такого реакционного крыла в полностью тренировке. Это люди создают Третью мировую войну. Это не украинская какая-то война создаётся. Это Третья мировая война. И дальше противостояние этому со стороны как бы нашего клуба, российского клуба. Ну, это тоже пропаганда. Если вас бьют палкой, вам тоже надо чем-то отбиваться. Если вас бьют пропагандой, вы тоже начинаете отбиваться пропагандой. С отставанием, в каких-то потерях качества. Но это пропаганда тоже, это однозначно пропаганда, которая противодействует той пропаганде. Пытаются это всё выровнять. Тут без вопросов. Для пропаганды. Пост с картой и процентами, сколько, мол, приграничных к Украине регионов, сколько людей в этих регионах хотят присоединиться к территории Украины? Ну, любые... А, ну да, так, 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 так. Ну, смысл в чём? Ребята, как бы, вот эта демонстрация, они признают, как бы, что там один наш народ. Это наш народ один. Что внутри Украины, что снаружи Украины, что по этим территориям, более того, и дальше, в тем направлениям, это один наш народ. Поэтому заявлять им-то подобное, ну, как бы, можно найти какие-то соображения для этого. Они не шибко обманывают себя в этом плане. Там наши люди, наши. Украинцы, наши люди говорят, что там живут наши люди. Что здесь нелогичного? Здесь, что вот эти вот люди, вот эти проценты хотят присоединиться к Украине. Во-первых, имеет место действительно идеологическая платформа. Часть людей действительно в нашей стране находится в таком метании. Это вот ближайшее настроение по Крыму. Мне передавали ребята из разных источников, что происходит в Крыму. Как раз происходило на те моменты, когда Украина закладывала контрнаступление. Было большое оживление среди ребят, поддерживающих Украину в Крыму. Такие революционеры, что готовые биться. Были такие рассказы, что крымско-татарская диаспора перекроет все дороги скоро и так далее. Ну, вот это все накалялось, накалялось. И действительно по настроениям изнутри, в том числе по Крыму. Это было, присутствовало там. Ребята на контакте с Крымом, которые находились, они к этому серьезно относились. Некоторые даже не поехали на тот период в Крым. Хотя планировали, потому что ждали каких-то мероприятий. Вот такого. Поэтому действительно это преувеличение большое, что вот эта вот часть территории хочет присоединиться к Украине. Это преувеличение, граничащее просто с враньем. Но часть населения обманута и на нашей территории и готовы присоединяться к Украине. Более того, ну это известно, но если наши ребята воюют в Украине на стороне украинцев. То есть националистически смещенные. Это как вот человек, когда растет вот по возрасту, да, он рос маленький, подрастал, подрастал, у него наступают какие-то для национализма склонности к каким-то годам. Потом он успокаивается, живет мирно. Потом по старости опять начинает национализм. Это биологические факторы. Вот психика человека с возрастом меняется. И поэтому в некоторые времена каждый там, не каждый, каждый третий становится националистом или близкий к этим идеям. Они биологически в каждом человеке есть, иначе бы мы просто смешивались без разбора. Это биологическая вещь, на ней, она срабатывает сама, на ней можно играть. И вот этот элемент мы видим. Это реальность, в которой мы живем. Мы такие, мы биологические организмы, которые имеют настройки глубокие. Свобода слова и рамки цензуры в интересах кого? В интересах государства, в интересах проживающих на территории государства группы лиц. У нас государство, политику государства должны определять люди. И политика государства должна соответствовать интересам людей. Так вот, интересы людей, они вполне конкретные. Люди заинтересованы, чтобы вот эта толпа, садикатурой мы живем, то есть мы сами, они начали себя резать и убивать. Мы должны понимать, что среди нас там 25 каких-то процентов сильно возбудимых людей, которые готовы нервничать, кидаться, поджигать, ломать страну. Если им дать это возможность сделать на регулярной основе, как это происходит, например, во Франции, то это можно завести вполне в такие рамки, которые приведут к слому страны, что при небольшой поддержке спецслужб потом можно это все сместить, сломать. То есть цензура нужна для самосохранения. Для самосохранения кого? Людей, детей и так далее. Общества, чтобы мамы могли спокойно с колясками ходить, чтобы дети могли в школу спокойно ходить, чтобы толпы дураков не бегали по нашей стране. Для этого нужна цензура, чтобы первые вспышки реакции на какой-то раздражитель, а какой из раздражителей, на что мы реагируем? На информацию. На информационный раздражитель. Когда плеск гноя в наше информационное пространство, он должен быть погашен. Для этого нужна, во-первых, цензура, во-вторых, нужны целенаправленные, идеологизированные в СМИ, направленные на целостность, на поддержание государства. То есть какая-то группа людей должна на постоянной основе вещать за мир и за поддержание целостности государства. Это работа, это пропаганда, это прямой контакт на цензуру. Без этого никак. Если мы хотим жить. Если мы хотим стать перегноем, удобрить чужие росы своими телами, то да, нам не нужна цензура, нам нужен анархизм, нам нужно лелеять, лебезить перед чужими ценностями. Вот кто такие люди, которые лебезят перед чужими ценностями, перед чужой монархией лебезят? Это кто? Это доведенное до скотского состояния, зомбированное или просто отребие, которое мешает нашей стране, которое противодействует нашей стране. Это враги, внутренние враги нашей страны, которые разлагают нашу страну. Да, если это наши дети делают, мы должны как-то по щекам шлепать, как-то их отрезвлять, как-то отпаивать их водичкой, уговаривать. Эта работа должна быть произведена. Если бы мы сразу над этим работали целенаправленно, как бы было воспитание, ну, в принципе, есть, да, то же самое воспитание есть в Штатах, когда отношение к флагу, там, присяги и так далее, так прочее. Это вполне естественная вещь, это вещи, которые позволяют находиться в едином социуме и заботиться о целостности своих групповых каких-то интересов, о выживании. Это вполне реальная вещь. Ничего в цензуре плохого нет. Цензура – это гигиена. Вы не позволяете дебилам кидать фекалии в головы ваших детей. Вот это цензура. А у нас дебилам позволяли кидать фекалии. У нас Шаляпин кидал фекалии в головы детей. Толстой кидал фекалии в головы детей. У нас хватало. У нас чем больше дебил, тем его выставляют на поверхность. Англичанин-мудрец. Шаляпин пел вот это. А Россия должна сама себя порвать. Вот это Шаляпин. И его таскали везде, потому что он это поет. А текст ему преподнесли. А спой-ка ты вот эту песенку. А мы организуем общество любителей шаляпинского искусства. Вот тебе импресарио. И таскали этого Шаляпина. А когда поет, сила искусства, но она действительно уходит в массу. Это средство пропаганды, сила искусства. Есть талантливые ребята, которые, ну, истерички внутренние. Вот, к примеру, да. Ну, или с другой стороны, знаете, Шевчук. Талантливый музыкант. Как поет. А внутри, ну, просто, ну, тут такой заряженный, там, недовольство пошло-поехало. Зачем нам, нашему народу, находиться в истерическом состоянии. Вот если у тебя истерическое состояние, ты сам развлекайся молча со своим истерическим состоянием, да. Не надо его распространять на весь народ. С какой целью ты это делаешь? Ты дурашка не понимаешь, да, что происходит с взбутовавшейся толпой? Или ты хочешь, чтобы твои дети бегали где-то там среди взбутовавшейся толпы? Ты не знаешь, что через 15 лет будет с этим обществом, что оно станет нечем? Ты хочешь, чтобы твои дети жили в ничьем обществе? Или ты просто тупой, что не можешь просчитать последствия? Вот идиот не может просчитать последствия. Скотинка такая. А писатель, он может быть замечательный, певец, он может быть замечательный. Это организация мышления и способность человека, когда он свою биологию не может поджать под свой интеллект. Ему надо биологию выстоять выше интеллекта. А ведь быковать – это биология. А генерировать мысль – это интеллект. Вот когда ты скотское свои быковство скотское не можешь подсунуть под интеллект, ты не можешь свою биологию контролировать, ты скатываешься ближе к животному. Это так работает. Дальше. Есть действительно группа честно обманутых граждан. Вот эта группа честно обманутых граждан на полном серьезе думает, что есть светлый образ демократии. Они думают, что в Штатах демократия. Ну, правда, он верит, что в Штатах демократия. Он не знает, что это жесткий тоталитаризм, что это криптоколония, что она находится под влиянием Британии, что человек в Штатах не решает ничего. Вот власти народа нет. Там есть вот эта вот ширма из двух партий, в рамках которой происходит ротация. Ротация селитированных членов, выбранных, назначенных и так далее. И что показали последние маневры с Трампом, что эта демократия полностью фикция, что это обман. Они верят, что там демократия. Они вот, ну, не знакомы с фактами. Они не понимают, как работает система. И верят в этот светлый образ. Они думают, что в России плохо, потому что мы русские, например. Или почему? Ну, они не русские. Они так и думают по этому. Вот. Они не понимают, что мы из-за того, что мы проигрываем в этой войне, просто на постоянной основе, что нас вот в 90-е мы проиграли в этой войне, да, что мы не путем эволюции перешли, да, а путем вот этого госпереворота. Это, в принципе, тоже госпереворот ельцинский, да. Но мы перешли на нормальное рыночное состояние. И тогда было понятно, что это будет приведеться к войне. Они просто эти подробности либо не понимают, либо они о них не знают, либо они о них не помнят, либо увлеченные своей творческой деятельностью, они уже, у них объема мозга не хватает, чтобы это отслеживать и делать какие-то выводы. Отжигают, отжигают, ребята, некоторые вещи. Очень большой вектор сейчас, ну, сейчас уже можно говорить по спецоперации, почему, ну, люди лютуют, почему она продолжается на тех позициях, почему нет продвижения вперед, почему держатся эти территории. Вот представьте, что такое загнать несколько тысяч дебилов в Киеве. И что с ними делать после того, как вы отловите? Ну, что с ними делать? Вот они лютые националисты, которые решили, что светлая область демократии находится там, за океаном, что надо стремиться туда. А здесь даже с теми территориями, которые они к себе в состав Украины, с территории России хотят присоединить, они все равно должны биться, что они воины света и так далее. Вот этих дебилов, что с ними сделать, их как? Сейчас их перелимал и приглашают, приезжайте к нам сюда, на линию фронта, заходите. Мы вас будем маленечко прокручивать. Вот это вот происходит сейчас. Их даже в плен обменивают, выпускают, потом они на второй слой приходят, их опять перемалывают. Если этого не делать в этом режиме, если вот эту категорию не собрать, то потом по гражданской жизни это будет, после прекращения спецоперации, это будет одна большая затянувшаяся проблема, с которой надо что-то решать. Вот она сейчас решается. Это вот такой способ решения. Поэтому нервничать на меры, которые производятся сейчас, ну, оно не совсем логично. Действия проводятся с наименьшим ущербом для нашего народа. Наш народ, он по обеим сторонам границы. И со стороны Украины это наш народ. И со стороны России это наш народ. Такая ситуация, печалька, но это так. Речь идет о жизнях людей, но тут уже выбора нет, когда леди перешли черту борьбы за чужую жизнь, за чужую смерть, люди, которые решили, что будут убивать себе подобных и на своей территории, и на соседней территории. Это уже край. Убивать свой народ, разделять его дальше, убивать. Которые много лет воюют, которые приняли эту пропаганду, приняли эту, в том числе, садомию, они поверили, что они неоязычники. Это все языческий аспект. Это вот принимается язычество, это отказ от православия, да? Принимаются католические формы православия, завуалированные у нее и так далее. Это религиозный раскол, и это религиозная война. Люди приняли ту сторону. Они бьются против нашего православного мира в пользу католического, со всеми прослойками. Вот когда он язычник, это считайте, он такая форма католицизма временная. Когда ему скажут быть католиком, а он будет католиком, когда его остатки этого вновь созданного фантастического этноса, когда они придутся, прибьются к Польше, они станут все католиками. Все эти неоязычники с этими коловратами, с этими свастиками, они все станут дружно католиками в Польше. Выучат польский язык, забудут украинский. И это будет примерно так. Такая ситуация. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Это заинтересованный год. Такая появилась сдкашия Продолжение следует... Продолжение следует...